В зале городской администрации собрались те, для кого война – это не просто слово. О ней они знают не из книг или телевизора. Несмотря на относительно молодой возраст, они ветераны, ветераны горячих точек. Георгий Шпак в 90-е воевал в Сомали. Для него 15 февраля – особый день. Закончилась война, и мы все этому рады. Хотя, как сказал один мудрец, война заканчивается тогда, когда умирает последний солдат. Так что для нас это большой праздник. И самое главное, что Родина нас не забывает о том, что мы выполняли свой долг. 15 февраля – это день вывода войск из Афганистана. В 86-м последняя колонна советских солдат покинула территорию республики. Около миллиона советских солдат прошли через огонь войны. В их числе 723 сочинца. 15 из них погибли. Один до сих пор числится в списках пропавших без вести. Но не только афганцев чтят и вспоминают в этот день. Также участников боевых действий в горячих точках Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии. И сегодня российские солдаты воюют на территории Сирии. Для меня сегодня особенно важно, уважаемые коллеги, что большинство из тех людей, которые когда-либо проходили этот свой мужественный путь горячих точек, продолжают оставаться в строю. Воинам-интернационалистам, а также семьям погибших сегодня вручили благодарственные письма и ордена «Афганская слава» за заслуги перед Отечеством. Поблагодарили и тех, кто нашел применение своим навыкам в мирное время, посвятив себя патриотическому воспитанию молодежи. Это работа с военно-патриотическими клубами, это подготовка к службе в армии, это сохранение передачи боевых традиций. Также в ходе встречи было предложено на базе музея истории развернуть экспозицию, посвященную воинам-интернационалистам. Идею обещали воплотить в жизнь в ближайшее время. Также сегодня состоялась отдельная встреча с вдовами и семьями погибших воинов. Кстати, на благотворительной основе они ежегодно проходят оздоровление в сочинских санаториях.